Поэтому, как говорится, люди рассказывают, но вот я решил тебя тоже записать. Еще раз расскажи про эту женщину, что там я не совсем понял. Ну, случай был такой в России. Вот. Женщина одела новые тупли. Ну, разумеется, по тем дорогам, как там она ходила, натерла пятку. А это мы все знаем, когда неразношенную обувь одеваешь, она бывает такие неприятности. То там, то там. Вот. И вот она терла. И вот как раз случай у меня милолойка, я ей предложил. Она взяла раз. Я же говорю, она уже почувствовала, ну как, конечно, потом пластырь еще сверху. Почувствовала, что облегчение какое-то. Она уже облегчает то, что масло, видимо, рассматривает. Ну, как это? Делает более терпим. Да, милолойка проникает в глубокие слои кожи, да? И имеет такой обезболивающий эффект. Да, да. Вот именно. Потому что она, ну, то ходить не могла, то ходила. И при том, она, я говорю, в этих туфлях она так ходила 2-3 дня. И в результате и это зажило. Она просто была поражена. Ну, надо же, говорит, так. Я, говорит, никогда не думал. А там же у них тоже есть какие-то средства, в аптеках берут и все прочее. А это просто действовало великолепно. Вот. Так что, я не знаю, были там у тебя такие случаи, что уже говорили об этом или нет. А это вот очень хорошая штука в этом случае, например. Молодец, хорошо. Ну, спасибо, что будет что-нибудь интересное еще, потом расскажешь мне. Хорошо? Хорошо, хорошо, видимо. Да. Звучайно сложный по химическому составу, содержащий не менее 48 ингредиентов, в частности, такой уникальный, как иридофлорен, которого нет в составе других растений, обладающих бактерицидными свойствами, как, например, розмарин и эвкалипт. Является мощным природным антисептиком и используется во всем мире. Эффективное средство против инфицированных ран оказывает болеутоляющее и противовирусное действие. Обладает противогрибковыми свойствами. Область применения его невероятно обширна. Убедитесь в этом сами, ведь масло чайного дерева эффективно используется. При всех проявлениях простуды, насморке, боли в горле, кашле, ларингите, бронхите, а также ячменя, гублевой сыпи, герпеси, трещинах на губах, кровоточивости дёсек, как болеутоляющее средство при ожогах, в том числе и ядовитыми растениями, ревматизме, растяжениях, синяках, мозолях и волдылях, при дерматите и всевозможных кожных заболеваниях, как экзема, псориаса, поясывающие лишаи, тропические язвы, бородавки, ногтевая инфекция, а также успешно применяется для защиты и при укусах насекомых. Эффективно при уходе за нашими любимцами, домашними животными, как профилактика против блох, помогает избавиться от аллергии и зуда, вызвания укусами насекомых, при покраснении и воспалении. Да ничего, я смотрю, я говорю, я уже вроде забыл тебя, а потом вспомнил, как, ну конечно мелологией я пользовался всё это время, но вспомнил при том случае, что буквально где-то две-три недели назад я порезал палец, просто ножом скользь, и видимо его сильно повредил, много кровотечения было большое. Ну я, разумеется, сразу же думаю, у меня, собственно, медикаментов других уже не было, я при приезде медикаменты убрал, и только мелологией раз туда, всё, и закрыл пластырем. Какое-то время, ну я напрягался, конечно, этой рукой, она всё равно, она пришлось напрягаться, и она раскрылась рано. И я ещё потом мелологией опять пластырем заклеил, потом третий раз, всего лишь 3-4 раза и всё это сделал, да, и вот представь себе, я могу тебе сейчас показать, я говорю, ты можешь увидеть, например, как у меня, что у меня с пальцем. На пальцах абсолютно ничего не видно, даже разреза не видно. Ну видимо там... А рана была глубокая, да? Да-да-да, вот она, вот. Вот оно, ну там, там может быть след остался, конечно, но дело в том, что, конечно, там я, видимо, глубоко порезал, зацепил нерв, но дело в том, что меня удивляет одно, что срослось, тем более, что там была, как бы сказать, разрыв был, где-то до 2-х миллиметров она расходилась рано, при напряжении, когда я тяжелый поднимал, а приходилось поднимать, никуда не денешься, и срослась. Вот, чего удивительно. А где ещё потом? Хотел бы ещё у тебя заказать, поэтому я вот и зашевелился, думаю, эээ, это хорошая вещь. И знакомые тут у меня, я говорю, уже заинтересовались. Ну молодец, ну мы сейчас оформим тогда заказ. Спасибо тебе за это хороший случай, то, что рассказал, да? Ну да, конечно, это тебе спасибо за то, что действительно, видишь, люди, многие люди, которые даже имея её, не умеют пользоваться или не хотят, ленятся. Вот лень, это, в самом деле, самая такая наша проблема. А пользоваться ей надо. При любом удобном случае, раз, раз, раз и всё. Ведь сколько других случаев, там, герпес или ещё какие-нибудь, там, прыщик какой-то или ещё что-то, даже синяки, у меня вот были синяки, я тут уже раз-раз я помажу, очень быстро уходят. Не знаю, или рассасывается, или что. Когда зубы чистишь, капаешь на зубную пасту? А, да-да-да-да-да, нет, не часто, не часто, но если мне срочно или как-то надо, да я всегда делаю, чтобы прохладно, ну не прохладно, а освежить во рту. И так легче дышится, дышится легко, да и вообще сам просто-напросто кожу, по коже разотрёшь, или тут вот дышишь потом гораздо свободнее. Хорошая вещь, очень хорошая. Оно прочищает дыхательные пути. Да-да, видимо. И поэтому я же говорю, что это, ну не то, я не знаю, может быть чудеса и другие бывают, но это от Бога только, а это, видишь. Но когда зубы чистишь, всё ж таки не жалей, делай это утром и вечером. Да? Да. Ну теперь, если я у тебя выпишу побольше, конечно буду это делать. А то я уже пораздавал её, понимаешь, а теперь уже самому приходится по капельке, по капельке. Вот почему я решил ещё, ещё, давай. Потому что, знаешь, как говорится, зубы в Германии это очень дорогое удовольствие. Да знаю, знаю. Да, кстати, вот насчёт зуба, да, у меня тут вот пломба вылетела. Я постоянно туда, вот тоже, у меня до сих пор не было никаких проблем. Конечно, зуб всё равно вырывать надо, там уже он крайний. Но дело в том, что здесь всегда дезинфицирует очень хорошо. Да, да, убивает все вирусы бактериям. Да, 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 да. Если у кого-то, например, оголённые зубы, со временем бывает, что вот этот санкляш, где сна уходит, и зубы такие оголённые. Виктор, ещё одна большая просьба. Кроме этой вот маленькой книжечки, которая прилагается туда, у тебя есть такая, чтобы, ну, как бы общая, ну, ещё так, такой, чтобы... Да, в этом году, Николай, я хочу сделать такую книжечку, выпустить книгу, такую нормальную, может быть, там будет страниц 30, может быть, 40. Это в жёстком переплёте, планирую, да, или в мягком переплёте. Примерно вот такого формата, сейчас тебе покажу. Ну, примерно вот такой величины, скажем, будет книжечка, и в этой книжке уже будет там написано, ну, всякие истории, там, откуда... Ну, да, да, потому что там, там вот, знаешь, Витя, вот в этой маленькой книжечке, я не знаю, какая сейчас у тебя, ну, та, которая прилагалась, там просто написано несколько случаев, а и гораздо больше применять. А я хочу сделать такую нормальную, как литературную книгу, про мелоку вообще, про масло чайного дерева, где она там растёт, в Австралии, Америке, как, что, где, как это всё производится. Просто я сейчас ищу человека, кто мне может этот текст откорректировать, чтобы, ну, как, чтобы он хорошо читался, потом надо это свёрстывать, всё, и в типографии печатать. Ну, вот как раз такая... Ну, Витя, я, например, интересовался этим, я в интернет заходил, да, и много читал про это. Я читал про это, там много описано, очень много таких, как бы сказать, вариантов, да. Да, я уже сделал подборку, у меня уже, в принципе, эта книга есть, но только нужно проверить на русском языке, чтобы не было ошибок, и потом отдать её вдруг и ранее. А это я могу сделать. Если ты хочешь, я могу сделать русский язык в отличном состоянии, и точка, запятая многоточие, я знаю, где стоять. Тогда грамматику знаешь хорошо. Ну, я. Грамматику. Ну, хорошо, Витя, если что, то запиши адрес, на который ты сейчас мог бы выслать. Хорошо, на этом, как говорится, запись я закончу, а остальное сейчас я оформлю поиск заказ, хорошо? Ну, ладно. Спасибо тебе, что рассказал, так классно. А как началось с чего, что вы там где-то простыли сильно или что? Да, да. А где простили? В садике. Вы работаете в садике или как? Да, помогу. И что там где-то, что-то продуло вас конкретно, и как? А как раз это было, представьте, летом я совсем была, был как раз 30, и шло, у нас все группы болели, дети, вот и меня запробовали. Ага. И вот это, и вот, и думаете, хоть один у меня спросил, и на русский, или там, иной, но давайте, и мне такой, дайте, вот для моего ребенка, вот этот, не один. А как вы решили воспользоваться мне улочкой тогда, то, что так сильно простыли, ангина... Моя мама, она ей не изменяет. И чем мама говорит, возьми, ангину сразу все с рукой снимет? Ааа, у меня это не ангина была, это не ангина, это вот не ангина, это вот именно когда глотать больно, это не ангина. Не, ну это тоже ангина, когда горло болит. Да, да. Да. Ну и говорите, что... Да ничего, спасибо, нормально. Все нормально, да? Альвина, я хотел спросить насчет мелодочки, как у вас дела обстоят, у вас кончилось, еще может быть подослать? Две бутылочки есть. Да, две бутылочки еще есть, молодцы. Вы хотели это... Как вы пользуетесь, расскажите так немножко, ваши знакомые, друзья? Да, да, да. Ну, например, когда комары укусят, и она уже зудит, например, мои внуки, и мы, я, только, видимо, они бегут ко мне, я их мажу, и проходит, не чешут с собой. Это сейчас летом на даче, да, будет, или как? Ну, у нас тут огородик маленький, тут это, самое, и да, когда мы в Урал ездим, я всегда беру с собой. А вы рассказывали, что-то знакомые, друзья где-то ваши, да, что-то хотели? Да, приезжали мои племянники, и тоже вечер комаров много было, и я их тоже пацанов мазала. Ну, и потом, как бы, короче, показала, я им, кажется, даже дала или не нашла от вас рекламку. Ага, ага. И они сказали, что очень хотят тоже выписать. Ну, понятно, можете раздавать, мы присылаем обычную рекламу, такие книжки, брошюрочки, да? Можете раздавать, и на каждой бутылочке тоже стоит номер телефона, и все наши данные. Да, 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 но, мне кажется, они, наверное, уже и выписали, я не знаю. А, может быть, сейчас я посмотрю в компьютере, 2 секунды, у нас здесь все регистрируется. Шандер, говорите, да? Да. Так, Шандер, это через ССХ пишется, да? Шандер, и как зовут? Я-я-я. Как зовут Шандер? Владимир. Владимир, нет, пока еще не звонил, пока еще не звонил. Да, да, значит, 40. Да, так что вы можете мне дать их телефон, и я могу к ним перезвонить от вашего телефона. имени. Сейчас телефончик, ай, момент. А, 0, 2? Сейчас, две секундочки записываю. 0, 2. 7, 33. 7, 33. 128. 725. 725. 725. Шандер, как зовут? Володя, ну, лучше Валя. Владимир и Валентина, да? Да. Значит, 0, 27, 33, 128, 725, правильно? 725, да. Да. Хорошо, тогда я от вашей имени к ним позвоню и предложу им расскажу, как что у Милологика. А еще какие случаи были у вас интересны в последнее время с Милологичкой? Вы когда зубы чистите, добавляете на зубную пасту щетку по три капли утром-вечером? Нет, это я не делаю. А это от чего? А это против кариеса, против воспаления десен, против, если мосты где-то стоят или еще что-то. И тогда у вас, вот я как раз на камеру делаю, чтобы люди видели, да, как говорится, что у меня отличные белые зубы. У меня 50, сколько, 52 года скоро будет, да, то есть никаких проблем с зубами не будет, не будет кариес, не будет воспаляться, никаких дырок не будет. То есть три капли на зубную пасту щетку, утром-вечером, не жалейте и забудете, что такое саншмарцем, что такое зубы, да, как говорится. И десна никогда не будут воспаляться и можно одну-две капелечки на язык, немножко пососать и так проглотнуть, тогда у вас горло не будет никогда болеть, да, и так далее и тому подобное. То есть маски для лица можно делать, можно в шампунь добавлять для мытья головы, чтобы волос хороший был, чтобы не выпадал, не секся, да. И многое-многое-многое другое у нас там на страничке информация есть и вообще в интернете тоже. Значит, мелолойка у нее 400 способов пользования. Хорошо, спасибо. Да, ну ладно, вам большое спасибо тогда на этом мы тогда закончим разговор. Как только у вас кончится мелолойка, позвоните, я для вас делаю самый лучший ангибод, хорошо? Хорошо, спасибо большое. Всего доброго, до свидания. До свидания. Продолжение следует...